Короче, все же знают, что мать Тереза была злобной жестокой женщиной, по вине которой приняли мученическую смерть тысячи людей. Сейчас расскажу. При своем рождении, 26 августа 1910 года, мать Тереза получила имя Агнес Баяджио. Это произошло в Скопье, в богатой семье албанцев-католиков. Ее отец был ярым албанским националистом, состоявшим в подпольной организации, целью которой было очищение Скопье от сербов и присоединение его к Албании. Вскоре его убили во время атаки на сербскую деревню. Дочь также унаследовала отцовские взгляды. Хотя она свободно владела сербским языком и даже закончила сербскую гимназию, но во время своих будущих официальных посещений Югославии всегда общалась только через переводчика. В 1928 году, после окончания гимназии, Агнес уехала в Ирландию в монашеский орден сестры Лаурето. Там она выучила английский язык, стала монахиней под именем Тереза и была отправлена в индийский город Калькутта преподавать в католической школе имени Святой Марии. Далее по ее воспоминаниям, в 1946 году ей было видение Иисуса Христа, который приказал ей бросить школу, скинуть монашескую одежду, надеть местное национальное платье Сари и идти помогать самым бедным и несчастным. Впрочем, в других своих воспоминаниях она утверждала, что Бог приходил к ней регулярно, начиная с пятилетнего возраста. В 1948 году она открыла дом для умирающих в бывшем храме индийской богини Кали. Всемирная слава к ее организации пришла в 1969 году, когда по заданию BBC журналист Мальком Магеррич снял восхваляющий ее документальный фильм «Нечто прекрасное для Бога». Журналист утверждал, что на съемках произошло чудо. В доме для умирающих не было освещения, но съемки удались, поскольку появился божественный свет. И хотя оператор Кен Макмиллан позже заявил, что просто им впервые была применена новая пленка фирмы Кодак для ночных съемок, в те времена интернета не было и не мог оператор перекричать могущественную корпорацию BBC. В результате пиара число монахинь Ордена возросло до 5000, а также появилось более 500 храмов в 121 стране мира. Что они представляют собой на самом деле, рассказала в документальном фильме «Ангел из Ада» Мэри Лауден, работавшая в одном из них. Первое впечатление было, как будто я вижу кадры из нацистского концлагеря, так как все пациенты тоже были обриты наголо. Из мебели только раскладушки и примитивные деревянные кровати. Два зала. В одном медленно умирают мужчины, в другом женщины. Практически никакого лечения, из лекарств только аспирин и другие дешевые препараты. Капельниц не хватало, иглы использовались многократно. Монахини промывали их в холодной воде. На мой вопрос, почему они не делают их дезинфекцию в кипятке, мне ответили, что это не нужно и на это нет времени. Помню 15-летнего мальчика, у которого вначале были обычные боли в почках, но ему становилось все хуже и хуже, так как он не получал антибиотики, а позже ему стала необходима операция. Я сказала, что для того, чтобы его вылечить, нужно лишь вызвать такси, отвезти его в больницу и оплатить недорогую операцию. Но мне отказали в этом, объяснив, если мы сделаем это для него, то придется это делать для всех. Слова Мэри Лаудон подтверждают и результаты многочисленных проверок домов для умирающих. Неоднократно отмечалось, что там практически не заключают трудовые договоры с врачами, а всю основную работу выполняют трудящиеся бесплатно волонтеры, поверившие в миф об учреждениях матери Терезы. Доктора отмечали несоблюдение гигиенических норм, перенос болезни от одного пациента к другому, еду, непригодную для употребления и отсутствие элементарных обезболивающих. Обезболивающие святая запретила, заявив, есть что-то прекрасное в том, как бедняки принимают свою долю, как страдают, словно Иисус на кресте. Мир многое получает от страдания, мучение означает, что Иисус вас целует. В результате болевый шок стал причиной смерти для многих. Все вышеперечисленное идеально укладывалось в ее концепцию спасения больных. Если для нормальных людей спасение больного означает его выздоровление, то для матери Терезы это означало его переход в католицизм и спасение таким образом от мук ада в загробной жизни. Поэтому чем сильнее страдал больной, тем легче было его убедить, что для избавления от страданий надо стать католиком, и Иисус Христос поможет тебе. Обряд крещения в домах для умирающих проходит так же просто, как и все остальное. Больному покрывают голову мокрой тряпкой и читают соответствующую молитву. А дальше, если пациент после этого выживет, то всем расскажет, что это стало благодаря переходу в католицизм. А если не выживет, то ничего не расскажет. Когда же самой матери Терезе понадобилась медицинская помощь, она не стала пользоваться услугами своих медучреждений и отправилась лечиться в одну из самых дорогостоящих клиник в мире, в Калифорнию. Также легко она меняла свою позицию по другим вопросам, если ей это было выгодно. Так, например, она была категорически против абортов. В своей речи при вручении ей Нобелевской премии мира в 1979 году она заявила, самая большая угроза миру сегодня – это аборты, потому что это прямая война, убийство, прямое убийство человека и его собственной матерью. Однако, когда ее подруга, премьер-министр Индии Индира Ганди начала насильственную стерилизацию бедняков, то Агнес Баяджио полностью поддержала эту кампанию. Правда, в 1993 году снова изменила свою позицию и осудила 14-летнюю ирландскую девушку, которая сделала аборт после изнашивания. Путешествуя по всему миру, Агнес Баяджио везде требовала запрета и разводов, так как каждый брак освящен богом. Однако, когда другая ее подруга, принцесса Диана, развелась с принцем Чарльзом, то она объявила, что это правильное решение, так как из семьи ушла любовь. Кроме этого, она требовала полного запрета всех видов контрацептивов, а при напоминании о том, что они препятствуют распространению спида, заявляла, что спид – это справедливое возмездие за неправильное сексуальное поведение. Ненавидела она и феминизм, и призывала женщин предоставить мужчинам делать все то, к чему они лучше приспособлены. Несмотря на то, что Агнес Баяджио везде призывала к скромному христианскому образу жизни, сама она во время своих многочисленных путешествий по миру предпочитала передвигаться в персональных самолетах и вертолетах, а останавливаться в самых фешенебельных резиденциях. Благодаря массированной пропаганде, миллионы людей поверили всемирной благодетельнице несчастных и высылали ее ордену свои пожертвования. Кроме Нобелевской премии, Мать Тереза и ее орден получили еще десятки премий от различных организаций на огромные суммы. Однако о том, как они расходуются, Нобелевская лауреатка говорить не любила. На просьбы журналистов об интервью она обычно отвечала «Пообщайтесь лучше с Богом». Самый мощный скандал, связанный с расходованием пожертвований полученных Агнес Баяджио, произошел в 1991 году, когда немецкий журнал «Штерн» на основе документов опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идет на лечение больных. Гигантские суммы оседали на счетах Банка Ватикана в Риме. Происхождение пожертвований Мать Терезу не смущало. Она спокойно принимала деньги, награбленные диктаторами у своих народов. Так, в 1981 году она посетила Гаити, где правил Джан-Клод Дювалье, получивший власть после смерти отца диктатора. Казалось, что хорошего можно сказать и ситуации в самой бедной стране западного полушария и одной из беднейших в мире, где процветают коррупции и болезни, и где семейством Дювалье совершено 60 тысяч явных и тайных политических убийств. Однако Мать Тереза заявила, что нигде в мире не видела такой близости между бедняками и руководителем государства. В результате она получила от гаитянского диктатора полтора миллиона долларов. Другим известным дарителем, облагодетельствовавшим Мать Терезу на 1,25 миллиона долларов, был американец Чарльз Китинг. Позже, когда он попал под суд за то, что ограбил 23 тысячи вкладчиков своего фонда на 252 миллиона долларов, Мать Тереза послала письмо с просьбой о помиловании верного и щедрого сына католической церкви. В ответном письме прокурор Пол Терли написал, что церковь не должна позволять использовать себя как средство для успокоения о совести для преступника и предложил Агнес Баяджиу вернуть полученные от Китинга деньги тем, у кого они были украдены. В ответ тишина. С момента смерти основательницы ордена сестры-миссионерки любви и до того момента, как она стала святой, прошло ровно 19 лет и шел этот процесс нелегко. По правилам католической церкви, для того, чтобы человек был канонизирован как святой, он должен совершить чудо. Поиск чудес, совершенных матерью Терезой, был поручен канадскому священнику Брайану Калайдичуку. Вначале он объявил, что жительница индийского штата Бенгалия Моника Бесра имела 17-сантиметровую злокачественную опухоль в желудке. В годовщину смерти матери Терезы 5 сентября 1998 года ее сестра положила ей на живот медальон с ликом Святой Богородицы, которым прикоснулись к телу матери Терезы в день ее похорон и обратилась к всемирной праведнице с молитвой о ее выздоровлении. Через 8 часов опухоль якобы исчезла. Все было чудесно в прямом и переносном смысле этого слова, но тут Моника Бесра поссорилась со своим мужем, а тот заявил журналистам, что у его жены была не опухоль, а киста яичника, которую вылечили с помощью лекарств, за которые он заплатил крупную сумму из своего кармана, а затем отвел журналистов к врачам, у которых сохранились соответствующие медицинские документы. Разумеется, после этого скандала у Ватикана вера святость монахини, принесшая ему по самым скромным подсчетам 3 миллиарда долларов и миллионы новых последователей, не пропала. Но для сохранения приличия была сделана многолетняя пауза в канонизации для успокоения и забвения. В 2008 году преподобный Калай Дичук нашел новое чудо в Бразилии, где у Марсилио Андрино была злокачественная опухоль мозга, но после того, как его жена Фернандо стала молиться матери Терезе, она исчезла. Никаких медицинских документов в данном случае не было, что уберегало от повторения случая с Моникой Бесра. Когда итальянец Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководством мафии, узнал о ее канонизации, он сказал, если она святая, то я Иисус Христос. Пишите в комментариях свое мнение о матери Терезе и не забывайте про лайк и подписку.